Привет! Как дела? Сегодня я предстала перед вами вот в таком вот образе. Ну а как еще представить такое замечательное мероприятие, которое проходит в одном из самых дорогих районов Лондона, Белгравия. И называется оно Белгравия ин Блум, что в переводе означает Белгравия в цвету. Этот праздник цветов в районе Белгравии обычно проходит в 20-х числах мая. Ближе уже к июню. Приурочен он так же, как и фестиваль Челси ин Блум, о котором я рассказывала вам в прошлом году, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, к самому знаменательному цветочному событию в Лондоне – Челси Флавер Шоу. Это мероприятие обычно посещает королева и члены королевской семьи. О нем я уже тоже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А сегодня я расскажу о том, как этот фестиваль проходит в районе Белгравия. О нем я узнала в 2017 году впервые. До этого я уже посещала Челси ин Блум, но про Белгравию ничего не слышала. И, видимо, где-то, когда я выставляла свои фотографии с того праздника, меня проскользнуло в интернете, что есть еще и в Белгравии такое мероприятие. Или, возможно, получила карту из района Белгравия. Там часто в Челси выдают флайеры и на другие мероприятия. А может быть, я просто увидела на просторах интернета потрясающе оформленное такое в розовом стиле кафе под названием Пегги Порчин. Тогда у меня гостила мама, и мы решили направиться в район Белгравия просто посмотреть, какими цветами оформили свои магазины в района Белгравия. В тот год тематика мероприятия проходила под эгидой английские сказки. «Таинственный сад», «Алиса в стране чудес», «Мишка Паддингтон» и «Книга джунглей». Разнообразие сказок было представлено в дизайнерских украшениях элитных магазинов, бутиков в районе Белгравия. Как это выглядело, вам показываю сейчас. «Мишка Паддингтон» «Мишка Паддингтон» «Мишка Паддингтон» Вообще, я не очень хорошо знаю район Белгравия. Я там была только три раза, как раз вот на фестивалях в 17, 18 и 19 годах. И просто ходила по карте, которую дают обычно на таких фестивалях, где указано, где какая скульптура находится и как ее найти, на каких улицах она расположена и в каком магазине. И вот так вот эту карту открываешь и ходишь. И ты даже не видишь, когда проходишь какие-то улочки, пока идешь до следующего объекта. Но, тем не менее, с годами я уже стала понимать, куда идти, в каком направлении двигаться. Чаще всего гулять по Белгравии начинаю с Пимлика Роуд, которая находится рядом с вокзалом Виктория. И потом ухожу уже вглубь туда, к Челси. И вот именно в тот год мне очень понравилась такая целая инсталляция сада под названием «Алиса в стране чудес». Там были вырезаны из картона фигурки Алисы, кота, зайца, всех персонажей из этой сказки. И были расположены там часы, чайник. И все так красиво украшено цветами. И запрятано в саду, в который, в принципе, никто не может войти, может быть, кроме местных жителей, дома которых находятся вокруг этого сада. Потому что сад обнесен забором. И вот у этих жителей, возможно, есть такой ключик, благодаря которому они могут попасть в этот сад. Такое часто встречается в Лондоне. Это называется локальный сад. То есть сад только для жителей этого района. А кроме того, в этом же саду, но только с другой стороны, я увидела такую тоже инсталляцию из различных, по-моему, тоже «Алиса в стране чудес» персонажей. И огромное количество различных овощей. Капуста, морковка, картошка. Все это как бы сделано так, как будто бы зайчик там собирает морковку. Другие персонажи там кушают капусту и так далее. Это очень умилительно просто зависнуть над этим местом и порассматривать, что же автор этой инсталляции имел в виду. Дойдя до какого-то места, я даже не знаю, где это было. В общем, рядом с каким-то магазином девушка просто сидела на улице, видимо, продавец или, может быть, хозяйка этого магазина. И что-то там делала. То ли что-то вышивала, то ли какие-то бусики делала. А рядом с ней гуляла, видимо, ее собачка. И работник этого магазина для этой собачки вытащил плошку с водой, чтобы она попила. Потому что собачке было очень жарко. Вот так вот очень часто в Англии, когда ты приходишь со своим питомцем в будь то паб или какой-то магазин, твоему мохнатому другу могут предложить не только водички, но и также что-нибудь перекусить. Лично меня в англичанах это очень впечатляет и подкупает. Также мне очень понравилось оформление одного из магазинов белоснежными вилами, лопатой и граблями. А также рядом со входом я нашла такого же цвета лейку. И я попробовала пристроиться к ней и попросила маму меня пофотографировать. До сих пор в восторге от этих фотографий. Помимо этого в одном из дворов обычного жилого дома, прямо под окнами, мы нашли такой, так скажем, джемстон, то есть драгоценный камень. Просто в каком-то огороде на земле расположилась такая композиция в виде мишек. Ну, наверное, это было приурочено к сказке Мишка Пайзингтон, которые сидели на таком шотландском пледе рядом с корзиночками для пикников. Было очень интересно порассматривать каждую деталь. И это было очень удивительно. Просто так вот, проходя мимо, нечаянно наткнуться на еще одну композицию. Возможно, это даже сделали сами жители этого района, потому что на карте мы такой композиции не видели. 2018 год был посвящен мексиканской культуре. И в основном это были картины Фриды Кало. Это мексиканская художница, наиболее известная своими портретами. Именно ее лицом Белгравия была украшена в 2018 году. Разнообразие красочных цветов представляло культуру Мексики. Но также во многих домах мы видели американские флаги, потому что именно в этот год принц Гарри женился на Меган Маркл. И как раз это королевское событие происходило 19 мая 2018 года. И многие жители украшали свои дома в американские флаги, в шарики, в цветы и в постеры Меган и Гарри. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ее портрет был нарисован на стене А венок, который венчал ее голову Был создан из цветов Потом я прошлась, опять же таки, до этого розового кафе Которое всегда привлекает внимание Мне кажется, там круглогодично оно украшено цветами И пользуется популярным спросом Не только у туристов, но и жителей Лондона Как все это было в 2019 году, я вам показываю сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки в Лондоне Цветочное шоу в Челси, а также приуроченные к этому фестивали О которых я вам сейчас рассказываю К сожалению, не проходили Они проходили в виртуальном пространстве Поэтому в 2020 году на улицах Лондона мы ничего не увидели А в 2021 году эти фестивали возвращаются снова в Лондон И уже сейчас в Белгравии с 17 по 23 мая Начинает проходить этот фестиваль во многих ресторанах О ресторанах, кафе и магазинах, которые только-только открылись для посещения публики Но полноценный фестиваль цветов в Белгравии, так же как и в Челси Будет проходить уже в 20-х числах сентября Поэтому если кто-то желает посетить такой великолепный фестиваль цветов Который проходит бесплатно на улицах Лондона Пожалуйста, приходите как в Челси, так и в Белгравии Фотографируйтесь и снимайте свои видеоролики А для тех, кто досмотрел этот ролик до конца Небольшой бонус Люди, которые сейчас находятся в Лондоне Могут получить одно из 500 вот таких вот классных мороженых От компании Penn & Nice Которые будут выдаваться бесплатно С 12 до 6 часов вечера В субботу 22 мая В местечке под названием Экристон Ярд Я очень часто даю такие советы Где можно попробовать или взять что-либо бесплатно Поэтому если вас интересует такая секретная информация Смотрите мои ролики, подписывайтесь на мой канал И до скорых встреч!